Амичи ищут добрых хозяев и дом для полугодовалого щенка-бультерьера. Люси, так зовут собаку, привезли из Уфы. Там от нее отказались из-за одной особенности. Она глухая, но это не мешает ей слышать хозяина и даже выполнять команды. Продолжит Тахмена Танисова. Это игривая собака Люси. Она, как и все щенки, любит бегать за мячиком, ласку и лакомство. Сидеть, лежать. Она добрая, красивая и очень любит детей. Она умеет выполнять команды. Сидеть, лежать и идти ко мне. Она очень послушная. С виду Люси ничем не отличается от своих сородичей. Амичкой она стала совсем недавно. Приехала из Уфы вместе с Юлией Нефедовой, организатором общества помощи брошенным бультерьером. Хозяева хладнокровно отказались от щенка из-за врожденной глухоты. После тщательного обследования в Омске у собаки нашли опухоль, которую успешно удалили, и проблемы с сердцем. Они не будут препятствием для тех, кто верит в карму больше, чем в генетику. Это небольшие сердечные проблемы. С этим она жить может, но за этим нужно будет следить. Мы ходим на дрессировку. У нас некоторые вещи получатся даже лучше и быстрее, чем у слышащих. Собаки с ограниченным слухом, у них очень становятся острые другие органы чувств. У нее очень хорошее зрение, она очень быстро, у нее великолепная реакция. Люси понимает людей через прикосновения, жесты и мимику. На такую собаку не нужно кричать. Она все поймет по одному вашему взгляду. За своих воспитанников Юлия ручается. Например, за бультерьера Ярика. Прошлой зимой его просто выкинули на улицу, потому что в семье появился ребенок. От стресса и холода Ярик потерял половину зубов. Начались проблемы с почками. Но Мария Петрова не побоялась взять такого отказника и пестал любимым питомцем ее трехлетнего сына. Никита, любишь Ярика? Да. Он рассказывает, какой он хороший, он на нем катается. В этом был даже свой плюс, что собака именно взрослая. То есть берешь собаку, уже знаешь, какой у нее характер, какой у нее психотип. То есть никаких сюрпризов уже не вылезет. Это собака-компаньон. У нее нет агрессии к человеку. Это огромнейший плюс вот этих пород. Теперь Люси очень ждет любящих и заботливых хозяев. И кота в мешке вы точно не получите, шутит куратор Юлия. Собака уже обучена командам и знает, как себя вести с маленькими детьми. Если вы хотите забрать к себе Люси или хотя бы купить корм и оплатить счета из ветклиники, то вы можете позвонить по телефону, который видите на экране. Тахмина Танисова и Александра Рябуха. Новости здесь, Омск.